Сегодня у нас формат скорее не дискуссионный, а презентационный. Мы будем сегодня говорить о том, чем этот год был не таким, как предыдущий. И, возможно, мы нащупаем в этой непохожести какие-то, не знаю, намеки на то, что будет происходить в 2020 году. Начнем мы с того фона, в котором все это происходит. И я хочу обратить ваше внимание на бюджетное финансирование, государственное телевидение. Это мониторинг Белорусской ассоциации журналистов, источник этих данных. И вы все можете видеть, что в 2019 году, году парламентских выборов, было достаточно сильно увеличено это финансирование. Ну и не раз было объявлено, что цель этого увеличения – это производство белорусского национального контента. Вот вы видите, в следующем году еще на миллион оно вырастет. И теперь давайте посмотрим. Цифры показывают, что не очень сильно выросло производство, сократилось, вернее, российский контент. Первая цифра – это 38%. Телеканал «Беларусь-1». Столько процентов российских телевизионных программ было на этом телеканале. Вот за прошлый год, за 2019 – 37%. Цифры округлены. А если мы посмотрим телеканал «Беларусь-2», то там, к сожалению, произошло обратное. Процент передач российского контента даже вырос. Мы в рамках мониторинга начали делать кремлевский нарратив. Мы хотим увидеть, что происходит, и посмотреть, как он распространяется по белорусским медиа. В феврале мы сделаем презентацию нового мониторинга, новой методологии. Но пока мы приводим данные за октябрь-декабрь. Были проанализированы 101 публикация. Вы на сайте можете видеть, Павлёк Быковский – автор. Например, главный российский нарратив, который мы отметили – это «Нет альтернативы сотрудничеству двух стран». Этот нарратив победил то, что было раньше, потому что временами вперёд выходили совсем другие нарративы про рост националистических настроений в Беларуси и так далее. Но вот сейчас нет альтернативы. Вы можете видеть, что из проанализированных публикаций 32% белорусских медиа и 48% российских транслировали этот нарратив. И на самом деле мы как раз сейчас будем переходить к блоку исследований в медиасфере. И представит этот блок медиаэксперт Павлёк Быковский, который… Ну, откроем, наверное, этот великий секрет, который, в общем-то, очевиден. Павлёк будет как раз в 2020 году продолжать заниматься мониторингом именно прокремлёвских нарративов медиа в рамках проекта «Медиа IQ». Да, у нас такое получается, конечно, всё очень быстро. Европейское кафе. Я передаю микрофон Павлёку, потому что темы глубокие, говорить можно много, но у нас вот такое вот подведение итогов. Мне много говорить не придётся, потому что исследований почти не было. Как вы видите на слайде, последний независимый соцопрос был в 2015 году. А если мы пойдём дальше, то мы можем увидеть то, что нам осталось в наследство от информационно-аналитического центра при администрации президента, которая регулярно проводила исследования, и сейчас пока не возникло преемственности организации, которая бы это делала. Но очень жаль, поскольку вот последние данные, которые мы можем использовать, они довольно быстро устаревают. И для социсследований медиасферы очень важно смотреть не просто конкретные цифры, а их динамику. А вот динамику мы сейчас как раз и не сможем посмотреть. И вот давайте посмотрим дальше. Мы можем видеть данные исследования ИАЦ как по разным каналам потребления, так и по телеканалам. Было ещё данные о том, читают ли у нас бумажные газеты и долго ли нам ждать, когда газеты исчезнут. Судя по тем данным, которые были у ИАЦ, это время ещё не пришло, и, наверное, оно не обязательно близко по времени и не обязательно произойдёт вообще. Но важно то, что тенденция продолжается, сокращается рынок для печатных СМИ, и перераспределение идёт в сторону интернета. Но в интернете исследования у нас есть. Единственное, что из-за того, что сейчас эти исследования доступны только тем, кто заплатил, поэтому исследования, которые проводит Михаил Дорошевич, Гемиус, мы видим только на конференциях, на тех случаях, когда фрагментарно нам их показывают. Если же посмотреть то, что нам реально доступно, это исследования, которые делают какие-то международные организации. Сейчас, например, можно посмотреть топ запросов из Беларуси Google, и насколько это полезно или вредно для оценки медиарынка в Беларуси, мне вообще сложно сказать. Из этих опросов вообще не видно ничего, что бы интересовало беларусов, мне кажется. Ну и есть последнее, что мы можем посмотреть, это минута интернета в 2019 году. Вы можете, конечно, это касается всего мира, а не Беларуси, но с другой стороны, вы можете посмотреть, как перераспределяется внимание между соцсетями разными, как поднимается роль одних и падает других, какие форматы сейчас стали интересны. И уже неудивительно, что в Беларуси многие редакции стали интересоваться ТикТоком и даже некоторые пресс-службы. Павлёк, спасибо большое. Это был блок исследований. Мы надеемся, конечно, что вдруг в 2020 году интересных исследований станет больше. Спасибо. И мы понимаем прекрасно, что многое в нашей медиасфере зависит от тех, скажем, вещей, которые рулят всем. Да, это деньги. К сожалению, у нас этот блок должна была представлять Анна Шутова. Здесь не я должна была сидеть. В данном случае я села вместо Ани, которая просто заболела и не смогла. Да, все разболелись. Поэтому это тренды от маркетинг-бай, что происходит сегодня в цифровой сфере. Мы просили Аню посмотреть. И что мы видим? Что бренды на интернет тратят все больше. И в топе на какие именно форматы, наверное, это самое интересное. Это по-прежнему на баннеры, через сетевые агентства и через программатик. А что же идет через сами медиа? Через сами медиа – это спецпроекты, это нативная реклама и рекламные новости. Это то, что лидирует. Мы можем посмотреть, что произошло с затратами по сравнению на медийную онлайн-рекламу. По сравнению с первым полугодием 2018 года, за этот же период 2019, вы видите, на 17% увеличилось. Увеличилась эта цифра – 8,1 миллиона долларов. Из того, что важно для нас всех – обращение к более узким аудиториям. Все меньше востребованы вот такие, давайте-ка мы достанем всех, но все больше востребованы те медиа, которые могут предложить аудитории четко сегментированные. Причем из сегментации доходят фантастически, условно говоря, это мамы в декрете, это сегментация. То есть сегментация вот такая совершенно конкретная. Поэтому чем больше знаем мы про свою аудиторию, умеем это изучать и показывать, тем лучше. Это нестандартные проекты, которые могут предложить медиа. И сегодня те медиа, которые умеют предложить брендам нестандартные проекты, выигрывают. Это все возможные интерактивы, они тоже в топе. Да, это продолжается, это тренд, но цифра растет. Это привязка к социальным тематикам, это тоже тренд этого года, то есть все больше экологическая тематика, социальная. Ну и из интересных трендов это ко-брендинг медиа и бренда. Мы видели в этом году несколько успешных примеров. Это Ситидок, который сделал подарочные коробочки. Космобокс, по-моему, да, вот они назывались. Да, космобокс, да, такое, да. Это интересный с Вока ТВ пример, когда Вока ТВ пришло на онлайнер прямо с целым своим разделом. Это тоже кооперация бренда и медиа. МТС можно, наверное, назвать. МТС, да, вот этот прекрасный аудиогид, который сделали с 34 магом МТС. Это тоже прекрасный пример кооперации. Это то, на что мы все можем ориентироваться, куда мы можем все думать. Ну и последняя нам всем информация для размышления. Кто наши основные клиенты? Это, опять-таки, топ, кто больше всех заказывал именно такой рекламы, о которой мы говорили. Банки, мобильные операторы, производители продуктов питания и напитков, автомобильные бренды, дистрибьюторы косметики, аптечные сети и медицина. Еще раз спасибо Ане Шутовой и Marketing By за то, что они подготовили для нас эту выжимку. Мы просим сюда Федора Павлюченко. Сложно говорить про инициативы, которые прям всеобъемлющие, потому что все мы живем в таких информационных пузырях. Я расскажу, что мне зацепилось, было в центре моего внимания. Мы уже говорили здесь о том, что происходит с белорусским телевидением. Одна из, на мой взгляд, важных, ну что ли, не инициатив, а изменений на рынке, это появление так называемого государственного рекламного агентства, которое будет аккумулировать медиарекламу. Почему это важно для всех нас? Потому что, по моей информации, владельцы телеканалов или те люди, которые управляют ими, они стали задумываться о создании собственного контента, хотят конкурировать с русским контентом. В первую очередь речь идет о развлекательном контенте. То есть это самое продаваемое. И владельцы, управленцы телеканалов, наконец-то задумались о том, чтобы делать это. Это коснется очень многих журналистов. Я думаю, тут будет текучка и кадров, и идей. Поэтому обратите внимание на эту инициативу. Еще одну инициативу, которую я хотел бы выделить, это, наверное, принятие концепции информационной безопасности. Там напрямую речь идет о медиа белорусских. И в том числе, на мой взгляд, важный такой момент. Говорится о белорусском информационном рынке. Нет такого выделения прямо гос.СМИ, независимые СМИ. Все-таки для чиновников очень важно зафиксировать, поставить галочку, о чем идет речь. И тут такая бесконфликтная формулировка. На мой взгляд, это важно для всех нас. Возможно, это такой первый шажок к какому-то сотрудничеству медиа-государства неконфликтному в Беларуси. И третья инициатива, о которой я имею отношение и о которой хотел бы рассказать более подробно, это декларация о необходимости географической локализации интернет-сервисов больших глобальных интернет-корпораций. На мой взгляд, почему это важно? Потому что это впервые, на моей памяти, когда появилась такая тема, которая объединяет очень многие редакции белорусских медиа. Объединяет в решении какой-то проблемы. Это такой элемент взросления, что ли, медиарынка. То есть мы, наконец, стали себя воспринимать как отдельный национальный медиарынок, где есть проблемы, которые мы могли бы решать или поспособствовали их решению сообща. Это, на мой взгляд, важно. Скажу, кто инициаторы. Инициаторы — это экспертная сеть iSense, пресс-клуб, Белорусская ассоциация журналистов и ряд ведущих, просто самых наших прекрасных, замечательных, крупных интернет-редакций. На самом деле сейчас очень много присоединяются, до сих пор присылают подписи. И мы очень рады, что ассоциация издателей региональной прессы также выродила интерес. И сейчас мы ждем также от них единого решения. И на самом деле главные редакторы самых разных сайтов, они присылают. И мы всегда открыты, то есть мы пополняем этот список постоянно. Все, это все, что я хотел рассказать. Спасибо. Спасибо, Федор. Ну и из таких интересных проектов уже было немножко заявлено в самом начале. Расскажет чуть подробнее Галина Малишевская. Это академический директор проекта Launch.me Media Accelerator. Да, спасибо большое. По сути дела, этот год начинался с Launch.me. То есть мы плавно вплыли в 2019 год с этой безумной инициативой. Спасибо всем, кто в нее поверил и поддержал, потому что это был очень важный и нужный для рынка эксперимент. Мы попытались впервые поработать с разными отраслями и попробовать интегрировать айтишечку и медийечку. И посмотреть, что из этого получится. Получилось очень неплохо. Первое, мы поняли, что для рынка это актуально и востребовано. Второе, мы поняли, что журналистам необходимо прокачивать свои скиллы хардовские, потому что мы увидели, что очень тяжело находить общий язык и искать технологическую платформу журналистам для того, чтобы какие-то новации развивать. Мы постарались расширить горизонт. И нам, я думаю, что это получилось, чтобы не мыслить локально, а думать глобально и думать с медиа-сервисами, а не просто контентом. И общей для журналистов идеей спасения мира. То есть мы попытались эти вещи немножечко трансформировать. И мы наладили очень хорошие связи с нашими партнерами, технологическими партнерами, с Академией ПВТ. И они нам очень сильно помогли перестроить наши подходы к работе. Мы сделали из этого большое количество выводов. И те шесть команд, которые прошли акселерацию, это просто очень талантливые и, в общем-то, смиренные люди, потому что приходилось преодолевать большое количество сложностей. Ну и мы надеемся, что этот проект будет иметь продолжение. И на сегодняшний день команда, которая выиграла первое место, уже является резидентом ПВТ и продолжает свой бравый путь на международном рынке. И мы надеемся, что у них будет светлое будущее. Спасибо. Спасибо, Галина, большое. В этом месте пока что пустой стул. Я хочу спросить, вдруг за то время, пока у нас шла эта часть, подошла представительница ассоциации издателей региональной прессы? Нет. Ну, значит, она все-таки тоже заболела, потому что мы ее безуспешно искали. И мы очень рады. В этом году я озвучу их слайды, если вы позволите. Ассоциации издателей региональной прессы, объединенные масс-медиа, в этом году большие молодцы. Они стали работать вместе. Наверное, здесь, в этом месте, я, наверное, скажу, что это очень круто, что они организовали единое рекламное агентство, All Media, и все вместе будут работать с рекламой. И на самом деле это очень круто. Я надеюсь, что вот в следующий раз, когда мы через год соберемся, мы узнаем уже какие-то результаты. Они сделали два совместных проекта. Один из этих проектов такой как бы проект «Спецпроект капитал», экономический. То есть в этих региональных газетах вышли, по-моему, то ли один, то ли два разворота на экономическую тему с разными подробностями и красивостями. И интересно, что вот эту тему они прорабатывают все вместе сразу в 15 своих изданиях. И второй проект был связан с переписью населения. А вот также он прошел примерно в одно и то же время во всех медиа. Мы очень рады, что в этом году мы можем представлять их результаты. Надеемся, что в следующий раз они сумеют доехать до нас. Хотя, да, это сложно. Ну и мы переходим к ярким проектам этого года. Я прошу подняться продюсера вот этого проекта «Новины Бай» Андрея Александрова и немножко рассказать нам. Мы живем в стране фактически без публичной политики. И мне кажется, что белорусские журналисты — это люди, которые скучают по публичной политике больше всех. И мы решили в этом году не ждать, пока у нас появится публичная политика, а, собственно, создать среду, в которой политическая дискуссия была бы возможной. Мы в итоге с командой сайта «Новины Бай» информационного агентства «Белопан» провели дебаты кандидатов в депутаты палаты представителей. Мы сняли шесть программ, в которых приняли участие 28 зарегистрированных кандидатов. И, собственно, распространяли этот контент через все возможные диджитал-платформы. Было несколько челленджей, которые в итоге стали открытиями. Первый челлендж был, естественно, мой, так как я загорелся такой идеей после общения с коллегами. И когда я прибежал в редакцию с этой идеей, конечно, все посмотрели сразу скептически. Ну, понимаете, агентству 28 лет. Это такая фабрика новостей, рутина ежедневная. Мы информагентство, у нас есть интернет-газета «Новины Бай». Когда-то Белопан издавал газету, Олесь Липай, основатель Белопана, пытался зарегистрировать FM-радио. А тут вообще телевизионный формат. Ну да, мы производим видео, но это полноценный телевизионный формат. И, в принципе, первым челленджем и откровением было, в общем-то, заразить команду этой идеей и заставить вырваться из этой рутины фабричного штампования новостей в совершенно новый для нас прекрасный мир. У нас было очень много опасений. Во-первых, мы в это ввязывались именно потому, что хотели попробовать реально столкнуть в одном месте представителей совершенно разных политических взглядов и разных, так сказать, видений развития страны. Мы, во-первых, боялись, сможем ли мы это провести в Минске, просто дадут ли, не будут ли каких-то провокаций. Мы переживали за то, придут ли на самом деле кандидаты из разных лагерей, скажем так. Но к нашей радости нам удалось заполучить довольно ярких персонажей. Вот одним из ярких был Геннадий Давыдько, который принимал участие в одной из программ. И когда у меня коллеги спрашивают, как ты одним предложением можешь описать, было ли это удачным опытом, я говорю, ну, мне кажется, про наши дебаты говорит одно. Бывший руководитель БТ отказался участвовать в дебатах на БТ, но пришел в дебаты к нам. Потом был еще следующий, это Андрей Савиных, который тоже напрямую сказал, что эти дебаты были намного лучше организованы, чем аналогичные мероприятия на БТ. Хочу благодарить и агентство, и персонально журналистов за профессиональную работу. Удалось провести содержательную дискуссию, избегая криков и горлопанства. Да, собственно, мы, в общем-то, это и планировали без криков и горлопанства, сделать содержательную дискуссию. То есть для нас было приятным откровением, что, в принципе, люди, которые считают нас представителями, мягко говоря, инакомыслящих, все-таки решили прийти. И по общению с кандидатами было понятно, что, в принципе, люди, которые играют в публичную политику в наших условиях, тоже очень скучают. И с обеих сторон баррикад, так сказать, очень скучают по возможности, собственно, проверить свои ираторские способности и идеи на людях, которые… Не массовка. Не массовка, но явно имеют другие взгляды. И наше третье откровение было, собственно, охват вот этого продукта, который мы получили на выходе. И вот я для себя лично открыл совершенно бездонную планету социальной сети Одноклассники. Я, конечно, слышал, что там происходит, но то, что я увидел в процессе продвижения этих программ именно в Одноклассниках, меня немножко повергло в шок. Я вот только один скриншот сделал. То есть я скажу общие цифры. Общий охват на всех цифровых площадках всех шести программ был 4 миллиона 200 тысяч просмотров. Я, конечно, далек от мысли о том, что 4 миллиона 200 тысяч белорусов смотрели 8 часов этого видео с, скажем так, дискуссиями разного уровня качества. Да, но, по крайней мере, вот эти цифры – это первая программа, как раз, которая была наиболее яркая. Там мы привлекли самых интересных персонажей, включая вот этих двух мужчин, которые в итоге были назначены депутатами Палаты представителей. Так вот только это видео, это только одноклассники. Вот вы видите циферки 811 тысяч просмотров. И, ну, то есть одноклассники не дают статистику про глубину, докуда досматривали, да, но 811 тысяч человек, у них в ленте хотя бы кусочек этого видео прометнул. Но есть другие цифры и факты, которые говорят, что люди реально видео смотрели. Под этим видео 2,5 тысячи комментариев. То есть я первые сотни-две комментариев пытался как-то модерировать. Потом я понял, что это великая планета одноклассников, мне не подвластна. И я просто сказал, люди, давайте там. И там началась просто реальная такая хорошая народная политическая дискуссия со всеми вводными. Но опять же мы отслеживали эти комментарии. И опять же в пользу того, что на самом деле контент заходил, там в комментариях под третьей программой кто-то пишет, да, 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 эти балботуны, вот савиных хорошо, а савиных был во второй. То есть человек посмотрел вторую, посмотрел третью и в комментариях доказывал, что человек из второй программы круче оратор, чем вот эти вот, которые в третьей. И это на самом деле вот такие откровения. То, что научило нас, собственно, основываться на наших ключевых компетенциях, но не бояться идти на другие платформы, в новые форматы, вообще ничего не бояться. И да, в стране без хорошей публичной политики до сих пор существует первоклассная журналистика. Это главный, так сказать, вывод всего этого цирка, который мы замутили. А продолжать будете? Да, мы очень хотим. Дело в том, что очень много кандидатов, участников и членов их команд говорили нам потом в процессе и потом после съемок, что, боже, как нам не хватает дискуссийных форматов. И мы сейчас реально думаем о том, чтобы вот эти форматы применять. Потому что и аудитория вдруг, ну это первый раз, когда мне позвонила моя мама, человек далеко аполитичный, и рассказывала мне, что сходи за Савиных, проголосуй, он же на твоем участке, типа он реально хороший человек. А вот эта программа была не очень. Я такой, вау, значит, что-то мы сделали правильно. Поэтому на самом деле мы бы хотели вот эту спокойную, разумную политическую дискуссию в каких-то форматах продолжать. Ну и следующий год, я боюсь, предоставит нам немало поводов для того, чтобы такие форматы применять. Андрей, мягко говоря, спасибо. Мы побежим дальше. У нас чудесный формат, подкасты, которые представит Павел Свердлов, главный редактор Еврорадио. И на самом деле подкасты, они продолжают развиваться. Что ты заметил в 2019 году? Здравствуйте, Таня. Дякую, что запросили. Ну, слово «прарыв» есть шмат разных значений. Я б не сказал, что в подкастах есть некий прарыв в плане колькастей. Ну, маленький. Слухачок там и так далее. Але прарыв по колькастей самих подкастов у нас докладно у Беларуси зараз есть. Тобок подкасты, это, ведайте, не новый черный, але это новый шэр, ну, не так. Я одно слово подлечу. У меня там есть табличка с подкастами, да, как бы тренды, да. Про эдукацию у нас в Беларуси один подкаст. Про женщин четыре. Про мову один. Про Беларусь, историю, Украину пять и более. Про секс один. Было два, было два, але один помер. Там было, але... Про бизнес три, про спорт два. Один подкаст про диджитал. Так и называется, диджитал. Я не веду, какую ягу аднести категорыю. И еще есть такая категорыя подкастов про все. Ну, тут просто люди седают и начинают разговлять помеж собой. Там так само больше за пять подкастов. Вот такие тренды, да. Вот тут за моей спиной есть слайд. Ну, по-перше, был Беларусь подкаст Дэй. Вашу маму и тут, и там показывают. В том же Смитере, да? Харошая, да, харошая было мероприемство. Там собрались в Центр Новых Идей. Глядите, вот там есть логотип Центра Новых Идей. Са старый логотип Центра Новых Идей. Вось, ты мне меньше, да? Вось тут у меня за спиной пять вытворцев подкастов беларуских, які вырабляюць два и больше. Тобок, есть, як бы, такие команды. Ну, напрыклад, хлопецы, дзяучына вырышили, что им классно было бы записывать подкасты. Чым крутые подкасты? Яны вельми простые у вытворчасти. Вот ты можешь сёня вырышить записывать подкаст, там нечто пашурудзить, поглядзеть, який у тебя есть компьютер, микрофон, диктофон, нечто пройсти, набыть, и всё, ты уже подкастер. Особливо, коли у тебя есть бабули на квартире, якая вся завешанная диванами, и там шмат такой тяжкой советской мэбли, якая добра глушить гук, робить я вот таким прухким. Вось, тады всё. Давай менее про технику запису. Шлях до подкастов открытый. Значит, серийные подкастеры. Это подкаст. А можно я просто дадам, что тут не усе, на самом рэч, я так думаю, что там уже и рады Юны Стар, які робят не один подкаст. Ну, Юны Стар — это радио, само собой. У них есть подкасты особо. Ну, карате, гэта версия, гэта не кончантковая, там, колькаст нейкая. Просто кого мы забылися, то пробачайте. Неформальный сегмент. Про Юны Стар забылися, видать. Не трапили у топ-5. Вось, Рады Свободы, я у Рады Прабел Прадакшн. Вельми цикавые люди. Айди Абай.org так само робят три подкасты. И уникальная абсолютно формация, какая называется Подкэтс. Ну, как бы вы разумели, что зараз такое. Вось, Подкэтс робят три подкасты. Один называется Пьем и пишем. Все. Вот, что они робят идеально. Назва — это аннотация полная. Другие называются Проблемы Анки Карениной. Это один из подкастов про жанчин. Вось. И трэця подкаст называется Крэветки. Это подкаст про то, як складана размауляць по беларуску. Два чалавеки, які николь не размаулялі по беларуску, пачали рабіць подкаст по беларуску. И это реально хлопцы и дзявчаты вельми складана. Павла, што скажеш на конд, там, наприклад, рекламы у подкаст? Я на идеи, як ты думаешь? По идеи? Мне як пачынаец, што это? Ну, мне здаецца, што пакуль, што вот такие сетюные подкасты, реклама не прыходзіць. Найперш тому, што я ніхто не шукае, але вось усім недаўна вэлком, каб прасунуць одну сваю ініціативу, што я сказав? А один, канешніш, да? Вось, каб прасунуць свой конкурс ідеў для подлеткаў, і аны записали, пачали записывать такі 12-хвілины подкаст. І, ну, вось так, як бы, это коммерциўны продукт, подкаст як коммерциўны продукт ўже ёсць, значить і реклама не дзя на подіходзі. Дякую, Велике. Дякую. Ну, і мы будем продолжать. На самом деле, Еврорадио не только у нас прославилась в этом году своим активным участием в наблюдении за подкастами, но и тем, что делали часто фактчеки. Я прошу сюда прийти и сесть на этот прекрасный стул Алексея Шунтова. Алексей – координатор групы мониторинга Медиа-IQ і главный редактор сайта. Одноимённого. Да, добрый вечер всем. Алла, спасибо. Действительно, я не просто так выхожу после Павла, и дело совсем не в подкастах. По версии Медиа-IQ один из главных трендов 2019 года – это фактчекинг. Да, фактчекинг был и до этого. К примеру, у Радио Свобода уже несколько лет есть проект по фактчекингу. Все, я думаю, знают антижурналиста Виктора Мальшевского. Но в этом году фактчекинга становится больше и больше, причём редакции начинают фактчекать другие редакции. Белорусские редакции, фактчекать белорусские редакции. Почему мы считаем, что фактчекинга становится больше? Во-первых, например, у телеканала Белсад появилась в этом году отдельная рубрика не так давно фактчекинга. Отдельная рубрика фактчекинга есть у Еврорадио. А фактчекит онлайнер, фактчекит реформбай. И не только. Ну и главный факт-чекинг проект года, мы считаем, что это антифейк на телеканале ОНТ. Правда, получается так, что обычно не антифейк факт-чекит кого-то, а кто-то факт-чекает антифейк. Что еще было интересно в 2019 году с точки зрения MediaQ, это, конечно, мониторинг белорусских медиа на предмет соблюдения стандартов журналистики и наличия пропаганды и манипуляций. С февраля 2019 года по декабрь 2019 года мы мониторили 19 белорусских медиа. И из трендов я бы хотел назвать два тренда. Это тренд, так сказать, хороший тренд, это тренд не очень хороший. Так вот, хороший тренд в том, что мы выделили топ-3 редакции, которые лучше всего за это время стабильно соблюдали стандарты журналистики. Это редакции Белопан, Еврорадио и Тудбай. Не очень хороший тренд — это топ-3 медиа, у которых больше всего было случаев пропаганды и монипуляции. Это телеканалы ОНТ, СТВ и Беларусь-1, все государственные телеканалы. В смысле, все перечислены, они государственные. Что касается манипуляций, то государственные медиа в основном использовали следующие приемы. Их три. Во-первых, это одинаковая структура. Когда после визита президента в Коровник в Могилевской области все государственные телеканалы начинали вторить позиции президента, его мнения, и использовали все одинаковые структуры вплоть до одинаковых фраз. Второй прием, который мы выделяем, обобщая это активизм. То есть когда журналист перестает работать журналистом, перестает быть журналистом, он становится активистом и продвигает какую-то повестку, какую-то позицию активную. А самый свежий пример, наверное, это парламентская кампания и агитация государственных телеканалов приходить и принимать участие в досрочных голосовании. С помощью селебрити, самих журналистов, которые с удовольствием с их слов приходили на досрочное голосование и так далее. Ну и традиционный прием, традиционный для Беларуси это умолчание. Ну за примерами далеко ходить не надо, да, это снос крестов в Куропатах, это взрыв 3 июля на Салюте, да, когда либо какие-то факты умалчивались, либо давалась только удобная государству сторона вопроса. Что касается негосударственных медиа, то, наверное, самый частый, да, частый кейс — это манипуляции в погоне за трафиком. Вот последний слайд — это количество новостей с пропагандой и манипуляциями в семи государственных СМИ вместе взятых с апреля по август 2019 года и 12 дней государственных. Но я думаю, комментировать этот слайд не надо, да, первый график — 667 случаев, второй — 158. Да, я уже сказал, что мы мониторили с февраля по декабрь 2019, но не переживайте. В 2020 году мониторинг будет продолжаться немножко видоизмененный, он станет еще лучше, еще качественнее, но как именно мы вам расскажем уже в феврале 2020 года. Спасибо большое. Спасибо. Ну и я запрошаю сюда Франека Вечорку. Франек — вице-президент Digital Communication Network, и он откроет нам глаза на медиаграмотность. Привет, Аня. Тут открывать нема чого, потому что медиаграмотность... Вот кто ведает, что такое медиаграмотность? Кто-нибудь сходу скажет? Ну, вот я так само так думаю. Я и сам докладно не разумею, як и не разумею цю лады. Але усе разумеют, что такое популярное модное слово, якое треба уживаць, каба трымаць, асвали вакалиты державная структура, это беда треба отрымаць некие гранты, потому что разнарадку спустились вверху, и они пачынают все подписывать под медиаграмотность, информационная грамотность, на адукацыйные проекты, на районные установы адукации. Их прамушают супрацовничать с НДА у регионами, и вынеку отрымовывается ничего. Потому что, по судности, медиаграмотность — это процесс. И нема такой финальной кропки, после которой мы можем сказать, что вот досягнутая медиаграмотность. Мы тут говорили про якость и стандарты журналистыки. Так ось, медиаграмотность — это таксам повышение якости, а лез пажывание информации. Тобок мы с вами, журналисты, звычайно думаем про то, як я лепестворать, а медиаграмотность у громадства, она павинна вызначать, те люди умеют эту информацию анализовать, пажывать, ператравливать. И Беларусь, на жаль, с хвоста вауссих рейтингах медиаграмотности, калей я, в принципе, можно замерять. Якие проблемы основные? Основная проблема, что люди не проверяют краницы, люди, которые живут в социальных сетках, им все равно, какие медиа они читают, им все равно, какие бренды, они вельми редко звертают увагу на тролли, они вельми редко взаимодейничают с контентом. Калей яны бачыць фэйки, вось, дарычу, пра одноклассники, я шла гаворка, найменьш за все скардяцца на фэйки. И вось, у нас навыц статистыка была, мы проводили в Digital Communication Network, што беларусы, в принципе, найменьш за усіх узаимодейничают с личбовыми платформами у регионе. Ну, вы сами ведаете, што беларусы навыць лайкаць и коментоваць бояться. Они, звычайно, нарадую свабода, адлайкваюць посты, а потым вертаюць назад и адменяюць свой лайк. И гэта вот видавочна, видавочна таки инстинкт самозахавання была навына сёння про тое, што хлопца мушчыну пасадзіли, не пасадзіли, а штравдалі, так? За сумны смайлик, дзе ў контакт, дзе ў одноклассніках? У одноклассніках, да, это вот наши любімые одноклассники. Вось, добра, але я хадзеў про пазитывное распавесця на сам рэч, што медая письменась, як недзивна, аб'ядналаў гэтым годзе, гэта унікальны для беларускай грамадзянскай супольнасті кейс, калі ўсе стейкхолдары, ініціатывы, які займаюцца медая, займаюцца професійными стандартамі журналістыкі, аб'ядналіся і правялі форум. Гэта першы выпадак, напевно, ў Беларусі, на моюй памятці, што я прыгадаю, калі ніхто пра нам сі да завершэння не пасварыўся, выдатна арганізавалі на узровні, ўсе запрасіць міжнародных удзельнікаў. Тобок, тут два дасягненні. Гэта аб'яднання ўсіх стейкхолдарав, гэта прэс-клюб, гэта дэджітал коммунікейшн нэйтворк, гэта воля Цвіткова з Чивнінг-выпускнікамі, гэта наша дэджітал коммунікейшн нэйтворк, ўсходняе партнэрства, але і так сама мы запрасіле. У нас былі дэпутаты парляменту Малдовы, у нас былі меды-эксперты, выбітныя людзі з Украіны, гості з Расеі, Велікабрытанія, злучыныя Штаты Амерікі. І ў принципі гэта такоя... Мы адкрылі Беларусь свету. Я думаю, што гэта форум толькі пачатак. Мы паказалі, што можна без КГБ і спецназа правесці мирна міжнародны івент ў Центрі Менску. І па выніках гэта га форуму з'явілася мапа. Гэта так сама тоя, чого вельмі часто не хапае ў праектах. Гэта конкретыка, яка ўтвараецца пасля. І тут ў зале так сама знаходцца аутары. Мартін, дзятам Мартін Русецкі. Вось, гэта наш дизайнер, прайсклюбовскі дизайнер, які распрацаваў гэтаю мапу. А змест гэтай мапы гэта ўсе ініціатывы, які працуюць ў сферы меда і письменнаці ў регіоні, ў принципі ў свеце. І вельмі добро, што Беларусяк бы такія праекты міжнародныя паставляе. Калі можна я дадам, што гэта карта будзе папаўняцца. Мартін жу веде аб гэтам, і мы будзем дадаваць туды ініціатывы. Так што, калі ў вас, напрыклад, ёсць нейкіе знайомы, то раскажыць ім пра гэтаю мапу. Адрас мапы медзялітерасі мэп кропка орк, так, ціак там у нас? Медзялітерасі мэп кропка орк, слушна? Так, так. Дзякую. Значыць, вы можцца дадады туды сваі ініціатывы, лідарамі ў регіоні ў справі медзе пісьменності. Ну і падкрэсливаючыя шчы раз, што год 19-ты минуў. Фактчекінг гэта вельмі добра, але гэта недастаткова. Аудыторы фактчекінговых праектаў, я думаю, што і Павел падтвердзіць, ўсе іншы аутары, хто гэтае праекты вядуць, што не перасякаюцца. Тыя, хто чытаюць фэйкі, не чытаюць рубрэку фактчекінг радую свабодаць і Євра радую, таму нам трэба істі далі, нам трэба шукаць інноваційныя формы. Той жа Павел праеку, Свардлоу, калісті вёв праект Ньюз Беларусь, правільна? Кропка нет, дзе яны пісалі фэйкі, і вось на адным з фармуў пам'ядаў пісьменності выступалі праставнікі The Onion, гэта галовны фэйковы сайту свеці, аны прадукуць столькі фэйковы, колькі нам з вами не існілась, так вось, яны лічыць, што праз фэйкі можна паказваць паказваць і выявляць гіншыя фэйкі, а таксам павышаць мэдая пісьменності. Такім чынам, мы выставляем чыдача ў невыгодным для аго становішчы, калі ён сам выявляя, што пынувся ахвярай фэйка. Ну вось, ці ўсё я згадава. Ну дзякуй. Будзім працякуаць працаваць. Дзякуй велікі, і ми немножко поговорили о том, що надо работать с людьми. І вот немножечко про роботу с людьми і с молодыми людьми розкажет нам сьогодні Аня Перова, а це, ме жду прочим, редактор молодёжного направлений Тутбай, якщо ви не знали, що Тутбай імеє молодёжне направління. Аня, розкажи, пожалуй, немного про роботу Тутбай вообще с молодёжю і конкретно про школу, яку ти курировала. Всем привет. Слышно меня, да? Можем поменяться. Я просто в микрофонах не очень. Во-первых, не могу не заметить, что тот один подкаст про секс, который упоминал Паша, это мой. Это который живой или умер? Который живой. Да, про антишколу. Вообще стоит начать с того, что в конце прошлого года руководство подумало, что как-то у нас маловато молодёжной аудитории. Ну, в общем-то, это, наверное, и так очевидно, что молодёжь сидит где угодно, но не в скучных новостях, она где-то сидит в соцсетях, но, собственно, СМИ зарабатывают рекламой, потом мы все постареем, а молодёжь так и не будет нас читать, мы останемся без денег, больше тоже делать. О, давайте мы создадим человека, меня, который будет эту молодёжь привлекать. Вот я уже год этим занимаюсь, антишколу мы сделали летом, то есть где-то через полгода после того, как я начала заниматься. В чём была идея? Я поняла, что молодёжь вообще не хочет ничего читать, она хочет только смотреть видео, читать она хочет только какой-то дикий резонансный трэш, вроде как женщину убила салютом, или она хочет читать трэш другого рода, типа у Нюши дочь, Нюша назвала дочь Симбой. Ничего другого молодёжь читать не хочет. Ну и мы подумали, что давайте мы сделаем такую ситуацию вин-вин. Мы пригласим молодёжь передать ей опыт нашу по созданию журналистского контента, какие-то ещё ништяки, а молодёжь придёт и скажет, что ей интересно было бы почитать, что вообще её волнует, может быть, мы отстали от всего мира. Вот. Вы это сделали когда? Летом. Сделали в начале июня, по-моему, мы объявили набор, и вот где-то в июле, если я не ошибаюсь, мы всё это запустили. А расскажи. Идея была в том, чтобы на летних каникулах, пока тебе нечего делать, ты можешь прийти и прокачаться, если ты планируешь поступать на журфак, или ты там уже, может быть, учишься, или ты учишься где-то в другом месте, но ты понял, что нет, я хочу писать. Что ты для себя, как куратор этой антишколы, организатор и руководитель, что ты для себя просто открыла? Вот какие-то, не знаю, выводы, не знаю, наблюдения, всё что угодно? Наблюдения? Ну, в принципе, наверное, ожидания были довольно наивные, потому что, как и любая аудитория, молодёжь тоже не может сама толком сказать, про что ей интересно читать. То есть это всё равно ты должен угадывать сам. Вот, ещё мы поняли, что таким образом можно найти новых авторов. То есть, ну, это прям реально работает. Мы набрали вот семь человек, и из семи человек трое пишут для нас до сих пор. Как часто? Ну, не очень часто, но надо тоже понимать, что, во-первых, там одна девочка вообще учится ещё в школе, и как минимум у неё нет такого опыта, чтобы генерить контент так быстро, как, ну, может, человек с опытом. Вот, ну, у нас вот Настя, она ходила в антишколу, она пришла сюда, вот, и она прям крутые штуки делает. Мы сделали вместе тест по сексизму, типа, определить по ситуации, это сексизм или нет. Ну, это было прям очень круто, мне кажется. Вот. Ну, а вас эти дети обогатили вообще тут-бай чем-то? Я бы сказала, что они обогатили, в первую очередь, ну, такие штуки круто проводить, чтобы упорядочить даже свои знания. То есть вот сидят люди, ты должен им что-то рассказать, и для этого тебе нужно сначала сесть и подумать, что мы им можем рассказать, систематизировать свой опыт и понять вообще, ну, то есть какие-то штуки для себя. Ну, вот в этом плане, конечно, это было здоровское мероприятие. Вот. А продолжать будете? Вот это хороший вопрос, в отличие от всех спикеров до меня. Не уверена, что мы будем продолжать, потому что, ну, скажем так, это очень трудозатратный, время затратный, ресурсы затратные, по-всякому затратный метод и работа с аудиторией поиска авторов. То есть даже если мы будем это делать, мы, наверное, сделаем в другом формате, мы позовем очень много людей, то есть там не семь, а, например, пятьдесят или сто, и это просто будут лекции, потому что здесь у нас еще была практика. Вот. И, кстати, это интересный момент. У нас из семи участников было пять девушек и два парня. И вот итоговый текст, ну, то есть, который мы вместе делали, над которым работали, опубликовали пять девушек, а два парня решили, что, ну, типа, и так нормально. Вот. Ну, я люблю гендерные стереотипы, извините. Да. Ну, замечательно. Мы будем тогда ждать продолжения работы Тутбая с молодежью. Аня, спасибо огромное. Спасибо. Ну, с молодежью работала, работала не только редакция Тутбай. Кстати, мы надеемся, что больше редакций будет работать с молодежью. А я сейчас зову сюда Алену Талалаеву, потому что Алена была в 2019 году координаторкой школы, медиа, IQ, тоже для старшеклассников. В общем, вот эти светлые лики — это выпускники первого сезона школы «Медиа IQ», которую мы делали в пресс-клубе в рамках проекта «Медиа IQ». Несколько месяцев ребята изучали, как работает мир медиа. Они делали свои собственные медиапроекты, участвовали в хакатоне, учились определять, где есть пропаганда, манипуляция, учились факт-чекингу и многому-многому интересному. В конце концов у нас был конкурс медиапроектов, и ребята не закончили, не забросили свои медиапроекты. Например, вот я сегодня смотрела один из проектов, который работал у нас в Минске. Кстати, школа работала в трех городах — в Гродно, в Бобруйске и в Минске. И проект, который делали ребята, он называется «Dog Friendly». Это о собачниках в городе. Его ведут до сих пор. И на сегодняшний день там, по-моему, 945 подписчиков. Мы планируем вот-вот начать второй сезон школы Медиа-Кью. Мы уже объявили набор. Он будет до 10 января. Поэтому, если у вас есть толковые старшеклассники, которые хотят поучиться чему-то интересному и разобраться в мире медиа, то, пожалуйста, welcome, кидать ссылку на наш набор или отсылать прям ко мне. Будет новый набор. Тоже в Гродно, в Бобруйске и в Минске. Кроме того, мы решили организовать подростковую редакцию Медиа-Ай-Кью. Подростки будут рассказывать о медиаграммности подросткам, будут самостоятельно работать, организовать свою собственную настоящую редакцию, где будут каждую неделю, вот, ну, все по-взрослому, в общем. Тоже. И выпускники нашего первого сезона будут делать контент для подростков. Вот, собственно, это все, что я хотела сегодня рассказать про школу Медиа-Ай-Кью. Да, поаплодируем еще раз. Спасибо, Алена. Ну, вы видите, это какая-то небольшая мозаика, как нам с нашей, наверное, с какой-то позиции показалось важным рассказать сегодня об этом. Вот, мы говорим вам большое спасибо за 2019 год. Медиаток на этом закончен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok